Музыка Самарские крылья советов принимает на своем поле неоднократных чемпионов страны Московский Спартак После первого тайма счет не открыт 0-0 Буквально только что начался второй тайм Справа от нас ворота Волжан, они в синей форме И слева ворота Спартака и защищает Александр Филимонов Спартаковцы в белокрасной традиционной форме В каких же составах начали сегодня встречу команды? Наши гости спартаковцы ворота, как я уже сказал, Александр Филимонов Второй номер Юрий Коктун Третий Вадим Естеев Под пятым номером играет Эдуард Смор Под шестым Дмитрий Ананко Под седьмым Виктор Булатов Экс Самарис Мы помним его по выступлениям за крылья советов Под девятым номером Егор Титов Под десятым Сергей Юран И под одиннадцатым Андрей Тихонов Под восьмым Валерий Кекинов Под восемнадцатым Дмитрий Парфенов И вот только что сейчас Призошли замены в составе Спартака Вместо Мора во втором тайме вышел Безродный А вместо Кекинова Робсон Итак, состав крыльев совета В воротах Василий Слободько Напомню, в воротах справа Второго номера нет Под двадцатым номером на позиции защитника Играет Артур Макросычян Третий номер Тигран Петрофян Четвертый Юрий Исак Пятый Сергей Лущан Шестой Жураб Папхадзе Капитан команды В составе Спартака Капитан Андрей Тихонов Седьмой номер Александр Сыганков Восьмой Олег Семин Девятый номер Виталий Сафронов Десятый Дмитрий Сетерин И одиннадцатый номер Карапец Микаэлян В запасе у Волжан Всего лишь два полевых игрока Под пятнадцатым номером В протоколе записан Роберт Евдохим По четвернадцатым Зурабцы Клаури И в запасе также Василий Кошлев Под шестнадцатым номером Напомню Тем телезрителям Которые подключились К нашей трансляции Счет в матче Пока не открыт 0-0 Обслуживает Сегодня снимать Бригада арбитров В составе Главный судья Лом Али Ибрагимов Из Краснодара Ему помогают Киса Алиев Из Кисловодска И Киратуласа Медов Из Саврополя Сегодня в Самаре Достаточно жарко Где-то Около 25-26 градусов И надо сказать Матч вызвал Огромный интерес У самарских болельщиков Трибуны забиты Практически Я бы сказал Две трибуны Забиты До отказа Где-то Порядка 25 тысяч Болельщиков Пришли Себе Посмотреть На игру Чемпионов страны Вот на ваших экранах Вы посмотрите Забиты Даже проходы На северной Трибуне Опасный Сейчас момент У ворот Василия Слободько Сегодня он стоит Довольно Уверенно Ну что ж Сегодня на матче Присутствует Большая группа Спартаковских Фанатов Она находится На западной Трибуне Где-то примерно Тысяча человек Приехало Тысяча фанатовских Фанов Вот они На ваших экранах Распеченные Шарфами Красно-белыми Традиционным Цветом Спартаковцев И в нападении Сейчас Спартаковцы Робсон с мячом Отдал Пат Назад Немножко поживее Несколько поживее Начали Второй тайм Спартаковцы А в первом тайме События Развивались Так Вы знаете Далеко не Блестящий Играл Спартак Игровое Преимущество Было За Волжанами И Василий Слободьков Сейчас на ваших Экранах Будут Сейчас Спартаковцы Подавать Угловой Это кстати Третий Угловой Спартака В этом матче И вот Так Без зуба Выглядел Спартак В первом тайме Пожалуй Запомнилась Только Одна Комбинация На 42 Минуте Незадолго До окончания Первого Тайма Виктор Булатов Экс Самарис Как я уже Говорил Сильно Правил Из-за Страфной Слободько Мяч Отбил И набежавший Парсенов Ударил Так что Мяч Улетел Высший Ворота Посмотрите Отлично Играет Сегодня Василий Слободько Можно Порадоваться За нашего Голкипера Который Очень Долго Сидел В запасе И вот Сегодня Александр Старханов Принял Такое Неожиданное Тактическое Решение Выпустив Вместо Василия Кошелева Василия Слободько И надо Сказать Что Пока Он Играет Уверенно Ну А Кроме Того Что Самарцы Имели В первом Тайме Территориальные Преимущества Отличный Шанс Открыть Счет Это Андрей Тихонов На ваших Экранах С мячом Сейчас будет Вводить Мяч Из-за Боковой Линии Так вот На 33 Минуте Отличная Возможность Открыть Счет Единственный Пожалуй Голевой Момент Создал Сафронов Он убежал Перехватил Мяч И убежал Практически С центра Поля И только в последний момент Не хватило ему К сожалению Скоростной Выносливости И вот сейчас У Зураба Папхадзе Чем-то сейчас Недоволен По-моему Получил он Сейчас травму Наш капитан Довольно Сегодня Жестко Играют Спартаковцы Но это Наверное Отличительная черта Спартаковской команды В нынешнем сезоне По сравнению С прошлым Красно-белая А в данном Случае Бело-красная В белокрасных Футболках Играют Сегодня Спартаковцы Они Очень много Набрали Фолов Что Вызвали Прямо Скажем Недоумение Спортивных Футбольных Обозревателей Чемпионы Страны Конечно Так играть Не должны Получать Неоправданные Фолы Сегодня Кстати У Спартака В линии Атаки Играет Юран И Кеченов Силен На правом фланге Китерин Семин Еще раз напомним Идет примерно Восьмая минута Второго тайма Счет в матче Крылья Советов Самара Спартак Москва Не открыт Ну видимо Недоволен был Действиями своих Нападающих Наставник Спартака Олег Романцев Поэтому он решил Усилить Эту линию Выпустив Вперед Безродного И Робсона Посмотрим По крайней мере В первые минуты Второго тайма Видно что Живинку Они внесли Юран Смечен Отдал Неточный пас Много ошибок У футболистов Той и другой Команды Играют на коротке Евсеев Смечен Отдал пас Парфенову Булатов Юран Ну очень много Футболистов Здесь Вблизи Страфной площади Самарской Команды И получает Травму Виктор Булатов Ну вот Видимо Жестко Атаковали Виктора Булатова Встает Виктор Булатов Один из Пожалуй Из лучших Игроков Самарских Крылышек Последних Поворот Крылышек Нет Показывает Нет Сосави И Баранова Он также Травмирован Ну а Хлестко Дисквалифицирован В составе Крылышек Пропускает Матч Сергея Шишкина За перебора Желтых Карточек И Травмирован По-прежнему Мамедов Его нет Даже в протоколе Самарка Сейчас Выводит Мяч В игру Булатов Пас На правое Фланце Надежден Что Китерин Убежит От Спартаков Но там Коктун И Выводит Сейчас Спартаков Мяч Из-за Боковой Домашний матч Со Спартаком Крылья Коветов Завершает Первый Круг А передной Матч Волжане Приведут 14 июля В среду В Волгограде С местным Ротором И уже Наверняка Известно Что Эту Волжане Атакуют Микоэлян Что будет Делать Микоэлян Итак Самар Открывает Счет В этом матче Сделал Это Микоэлян На 58 Минуте Получив Пак Примерно С линии Штрафной Он Точно Пробил Сет Поворот Спартаков Итак Шарапец Микоэлян Открывает Счет В этом матче Очень неплохо Очень неплохо Играют Сегодня Самарские Футболисты Я уже говорил Что в первом тайме Они имели Территориальные Преимущества И вот Во втором тайме Преимущество Своё Они воплотили В гол Сделал Это Харапец Микоэлян Запишем На 58 Минуте Матча Ну что Неплохое Начало Прямо Скажем Неплохое Начало У Самарцев И еще Одна Атака Не получилось Костуна Пройти По левому Флангу Практически Невозможно Привуду Стандирует Микоэлян Микоэлян Очень Остро Играет Новичок Крыльев В нынешнем Сезоне Играет Очень Неплохо Папхаг Отбивает Мяч Коршанов Видимо Поставил Задачу Микоэляну Играть Впереди Ефеев С мячом Навешивает Страфную площадь Удар Блестящий удар Сейчас Нанес Артем Безродный Василий Слободьков В очередной раз Переводит Мяч На угловой Это уже Четвертый Угловой Уворот Крылышек В нынешнем Матте Слободько Забирает Мяч В руки Ну что ж Я думаю Что Этот Гол Конечно же Вдохнет Уверенность Придаст Уверенности Самарским Футболистам Ну и Спартаков Конечно же Оживется Вы знаете Статистика Это довольно Печальная Для Крылышек 15 раз Встречались Соперники В чемпионатах В России В чемпионатах России 15 раз И только Три раза Прибыла Прибыла Нечих У Волжана Остальные Матчи Проиграли Вот сейчас Сафронов С мечом Будет Бить Да Ударил Но мимо Ворот Бил Виталий Сафронов Еще Ни разу В чемпионатах Страны Волжане Не выигрывали У Спартака Ни в Москве Ни у тебя дома В прошлом году Матч завершился Домашняя встреча Завершилась С счетом 0-2 В пользу Спартака Голы забили Ромашенко И Милешин Проиграли В 97 Наши Футболисты А вот В 96 Была Запиксирована Ничья На гол Минофили Ответил Никифоров В финальте Были поражения От Спартака В 94 95 Годах Причем С окрустительным Счетом 2-6 1-6 В 93 Году 1-3 И только Две нити В 92 1-1 И в 96 1-1 Юран И вновь Слобачёй Играет Но просто Сегодня Василий Молодец Все чаще Начали Обстреливать Спартаков Ворота Василия Слобачко Но пока Наш вратарь Играет Безукоринина Получил Василий Слобачко Травму Видимо При приеме Месяут Снимает Перчатки Жаль Конечно Если Василий Покинет Рамку Игра Остановлена Кстати Сегодня Было Очень Довольно Мало Остановок В игре В первом Тайме Хотя Спартаков Играли Довольно Жестко Андрей Тифонов Что-то Говорит Ибрагимову Главный Рабит Сегодняшней Встречи Нет Василий Встает Встает Где-то Примерно 18 минут Играны Во втором Тайме Напомню Крылья Совета Ведут В матче С Спартаком 1-0 Этот единственный Мяч На 58-й Минуте Провел Карапет Микаэлян Ворота Спартака Для тех Любителей Футбола У кого есть Тарелка Сообщу Что Параллельно С нашей Трансляцией Этот матч Транслирует И НТВ Плюс Футбол Канал НТВ Плюс Футбол Так что Можете Посмотреть Этот матч И по этому Каналу Василий Слободьков Ночь На месте Вводит Мяч В игру И Спартаковцы Готовят Очередную Замену 20-й Номер Готовится Выйти на поле Это Александр Сырков Посмотрите Все-таки Олег Романцев Недоволен Действием Своих Нападающих Мировцем Небезродный Пока Видим Не совсем Оправдывает Надежды Спартаковского Тренера Олега Романцева И вот Сейчас Александр Сырков Кого он Заменит Мне кажется Юрану Вы знаете Сегодня Довольно Довольно Блекло Смотрится Сергей Юран В первом Тайме Он много И часто Апеллировал В судье Практически Не бегал На поле Вот сейчас Посмотрим А вы знаете Нет Меняет Он Юрия Ковтуна Ковтун Уходит Сейчас Поле И Меняет Его Александр Сырков По 20 Номерам Те Три Замены Использовал Олег Романцев В этом Матче Александр Тарханов Пока Ни Одной Да Прямо Скажем И менять Сейчас Некого Остался У нас В запасе Журат Секлаури Роберт Евдокимов И вратарь Василий Слобачко И все И вот Вновь Блесчаще Играет Василий Слобачко Посмотрите Я говорил Что пропущенный Гол Оживит Конечно же Спартаковское Нападение Пятый Угловой Подает Андрей Тифонов Он Кстати В этом Матче Постоянно Исполняет Стандартное Положение Ну и вот Сейчас Ушел мяч От Макротычана Защитника Крылья Совета Вот Сейчас Он На ваших Экранах Артур Макротычан И вновь Угловой Юран Подавал И Выбирает Сейчас Выбирает Защитники Крылья Мяч Подальше От своих Ворот Виктор Булатов А Евсеев 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 Делает Неточный Пас На правый Фланг На Робсона И Юран Даже Не дернулся Юран Стоит У боковой Кромки И как-то Очень вяло Реагирует На пас Евсеева И вновь Вот побежал Врач Нашей команды Но Ломали Иврагимов Показывает Что Все в порядке На поле И вновь Наши ребята Выводят Мяч В игру Это Евсеев Ивсеев Саверенков Это Лучан Смечем Удар Дмитрий Китейн Пытался Пробить Но мяч Забил Ногу Евсеева И ушел На угловой Это Знаете Даже трудно Сосчитать Так Десятый Примерно Угловой Десятый Примерно Угловой У ворот Спартаковцев Волжане Установили Своеобразный Рекорд В этом матче Наверх Страфная Область А там К сожалению Сак Не успел К мячу Наш Последний Защитник Пришел Помогать Своим Партнерам По команде И не дотянулся До мяча Выводят Спартаковцы Мяч Самарцы Выводят Мяч Из-за Боковой Сетерин Удар Бол Рикошет Рикошет Ворота Спартака И Сет В матче Изменил Ну что ж Можно порадоваться За наши крылышки Сет в матче Изменился 2-0 Вы знаете Мне показалось Александр Цыганков Прорывался По правому флангу Именно он Пробил И Рикошетом Аспартаковца Мяч Влетел В сетку Ворот Александра Филимонова Ну послушаем Объявление Диктора По стадиону На кого Этот гол Запишет И так Ну Прямо скажем Такого Не ожидал Развития событий Пожалуй Никто Ну Ну наконец-то Наши крылья Порадовали Своих поклонников По крайней мере Вы знаете Страсти Страсти Желанием Поворотся Семенником Соперником Неоднократным Чемпионом Страны У которого Наши самарские крылочки Еще ни разу Не выиграли В чемпионатах Страны Последний раз Это произошло В союзном Чемпионате Еще В далеком 1976 году И вот Андрей Тихонов Очевидной А Будет бить Страфной удар Страфной удар В сторону Ворот Василия Слобачева Разбегается Бьет И высший ворот Сегодня как-то Андрей Тихонов Капитан Спартаковца Выглядит Не очень Не очень Интересно Да Вы знаете Гол на счету Александра Цыганкова Именно он Подхватил Мяч По правому флангу Прошел Практически До линии Ворот Отдал Умять И мяч Влетел Мне показалось По крайней мере Мне показалось Все-таки Рикоспетом От Спартаковского Защитника И Тилимонов Без сильных Что-либо сделать 2-0 Напомню Что на 58-й Минуте Михаэлян Открыл Счет Дальним ударом Из-за Страфной А На 68-й Сеганков Счет Увеличил 2-0 Чуть больше 20 минут Остается До окончания Матча Удар Ну просто Здорово Играет Василий Слобачко Бил Виктор Булатов Виктор Булатов Дальним Сильным Нижним Ударом Но Василий Слобачко Оказался На месте Ну что ж Очень здорово Играет Сегодня Нас вратали Вот сейчас За воротами Что-то Произошло С кем-то Из наших Футболистов Кто-то Упал Что это Сафронов Видимо Судорога Свела Да Видимо Судорогой Свело Мыско Кому-то Из наших Футболистов Но это Понятно Зара Где-то Около 30 градусов Сейчас здесь На стадионе Металлург Это По-моему Это Макратытьяна Артур Макратытьяна Лежит На газоне 20 номер Ну По-моему Все нормально Сейчас Да Артур Макратытьян Попил Водильский И Выходит На поле Но Играть Надо Конечно Артур Играть Надо Нет У нас Защитников Один Нападающий Циклаури Остался Но Евдокимов Полузащитник Поэтому Нужно Матч Заигрывать До конца И Конечно Вот Юран Сейчас Что-то Говорит Макратытьяну Василий Свободько Выводит Мяч в игру Ну Конечно Сегодня Перед началом Матча Все Отдавали Предпочтение Спартаку Спартак Прилетел Вчера Разместился В гостинице Волга Светия Привели На Набережной Кстати Остались Очень довольны Я разговаривал С пресс От отцы Спартака Александра Львова Перед началом Второго Тайма Они сказали Что все Настроены Спартаков Все настроены Конечно Сыграть вновь Результативно Как они Это делают Как умеют Делать Самаре Перез месяц Они стартуют В Лиге Чемпионов И им Нужно Наигрывать Оптимальный Шостат Знаете Какая головная Боля У Олега Романка У него 20 футболистов И вот Кто Из них В данный момент В данной Игре Готов Лучше Ну а у Александра Тарханова Проблема Со всем Вином Лишь бы Не получили Травмы Игроки Их Доиграли Первый Круг Кемпионата В составе Левосых Уже появился Дебютант Скорее Стоит Он будет Заявлен Это Вратарь Сборной Грузии Ирисского Шонта Гварамадзе Какая Слепия Расплатил Слепия И Василий Слепачо Играет На выходе Тихонов Подскатил К мяч Но Василий Слепачо Мяч Отбил Вы знаете В прошлом Долгое время Ворота Тамарских Крылых Отвечал Юрий Слепачо А учеником У него был Василий Слепачо И Василий Признавался Что очень многое Ему дал Юрий Слепачо В первую очередь Василий Научился Играть Именно Ефей Сейчас На выходе Из ворот И вот сейчас Василий С блеском Продемонстрировал О том Что уроки Сыщена Он запомнил Робсон Нет Это Юран Это Юран Юран Проходил С воротом И показывает Ибрагимов Что было Нарушение Правил Василию Слепачку Знаете Такое ощущение Что Василий Слепачко Он показывает Желтую Шарпочку Рассо Сейчас Юрий Исак Последний Засистник Нашей команды Что-то Объясняет Андрей Тихонов Вновь будет Исполнять Кардатное положение Удар Что-то изменился Тихонов Финальти Финальти Сокращает Разрыв Тетки 2-1 Андрей Тихонов Тетка Исполнил Финальти 11-метровый За пол Последней надежды Да Ломали Ибрагимов Посмотрел Все-таки В игре Слободько Пол Последней надежды И наказал Волжан Наказал 11-метровым Который Тетка Исполнил Андрей Тихонов Андрей Тихонов Это просто Злой демон Нашей команды Пожалуй Именно так Можно сказать О нем Стрелий Советов Готовит Замену Жират Калаури Готовится Выйти На поле Отмечения Ильян Ифилимонов А мяч-то Где? А мяч-то Где? И Показывает Ибрагимов Человек-то Был Судей Но вот Сейчас Килимонов С Микаэляном Выясняет Отношение Парфенов Здесь подбежал Лучьян Лучьян С Парфеновым Так Микаэлян С Килимоновым Лучьян С Парфеновым Ибрагимов Наказывает И того И другого Но пока Показал Карточки Только Микаэляна Да Показал Показал Самарский Крюшек Вместо него Вышел Жураб Секлаури Александр Тарканов Не принимает Оборонительный Вариант И выпускает Кисла Форварда Ну что Счастлив Слова Крюшкам Которые Сегодня Хотят Удивить Пожалуй Футбольную Самару И все Ее Окрестности Да Боленщики Спартака Вот на ваших Экранах Поддерживают Свою Команду Они Несколько Кисло Выглядели В первом Тайме Особенно Когда Крюли Часто Атаковали Часто Угрожали Воротам Александра Филимонова Как-то Эмоции У них Были Не очень Видны А вот Сейчас Восстряли Духом После Финальки Забитого И вот Сейчас Острый Монят На Вес Страфной Площадь И сейчас Поместал Зурабус И Клаури На Защитник Спартака А хороший Был Прострел Михаилян И Евсеев Евсеев Отправляет Мяч В Личневой Линии Сафронов Будет Вводить Мяч Игром Вот на ваших Сранах Михаилян Очень Здорово Играет Сегодня Нас Нападающий Шаганков Обыгрывает Мяч Уходит За боковую Спартака И сейчас И ведут Я уже говорил Что Андрей Чихонов Злой Демон Нашей Команды Он Все-таки Добился Сегодня Успеха Юран Показывает Ничего Вроде Так Не Было Так Вот Тихонов Записал Свой Десятый Мяч Во встрече Комарской Команды 11 Мячей Согласно Статифике Только У Валентина Иванова Только Он Больше Забивал Мячей В ворота Крылова И вот Андрей Кихонов Десять Мячей А Никита Симонян И известный Пека Дементьев Восемь Мячей Это Учитывая И все И Коюзные Чемпионаты Клаури Бежал Бежал Клаури И Столкнулся Сананка Показал Желтую Карточку Ананка Ибрагимов Довольно Много Сегодня Нарушений Я уже Говорил Это Бит Спартаковской Команды В нынешнем Сезоне Очень Грязно Играет Команда Чем Это Чем Этого Объяснить Трудно Сказать И Остается Где-то Порядка Десяти Минут До Конца Матча Напомню 2-1 Крылья Ведут В матче С московским Спартаком Лучер Проскользил Минут Минут Нет Нафиг Метки Потеряли Сукаури Бьет Обыгрывает Но И забивает Мест Ворота Зураб Сукаури Айда Зураб Айда Сукаури Зураб Сукаури Пошелает Третий Мяч Ворота Спартака И все Становится 3-1 В пользу Крылья Вот Вот Такую Удачную Замену Произвел Александр Старханов Ну где-то Ну где-то Буквально Порадоваться Сегодня За наших Ребят На Фирес И первого Круга Они Показывают Действительно Зрелищную Игру Демонстрируют Байкевский Караскер Ну и Конечно же Трибуны Вы посмотрите Во-первых Приятные Цифры На табло 3-1 Ну и Трибуны Если вы Увидели Что сейчас Творится Здесь На Томарском Стадионе Металлур 3-1 Прекрасная Погода Прекрасная Игра Еще Одна Замена Вместо Карапета Микаэляна На поле Появляется 15-й номер Роберт Евгокимов Даже если Я уже говорил Собственно Ошибиться Нельзя Это члены Пописательского Совета На ласке Сустрана Которые Переживают За нашу Команду Поддерживают Нет Только Сегодня На встрече Главы Пописательского Совета Губернатор Константина Читова Но Может Только Об этом Пожалеть Потому Что Сегодня Положительность Эмоций И Более Сустремля Пописательского Совета А Вы Знаете Ведь Не Было Нет Показывает Арбитр Было Положение Вне Игры Было Так Что Зря Рвался Серег Жират Клаури Надежды Провести Второй Мет Безродный Перешватил Эмяк Эмяк Как и сегодня Трудно сегодня Отличить В составе Спартаков Кого-то Из Соская Четко Может быть Я бы отметил Нашего Виктора Булатова Который Сегодня Ну Может быть Играет Чуть лучше Чем Спартак Спартак Сегодня Играет Прямо Скажем Не Близяще Как Было И В первом Тайме Крылья Атаковали Имели Кисленное Преимущество Но Метей В первом Тайме Не было Четко Не было Открыть 0-0 И вот Буквально Граб Метей Во втором Тайме Робсон Получил мяч Будет Обыгрывать Сафронова Сафронов Пытался Стыкался В подкате Но как-то Неудача Вновь Робсон Слетел Толкать Его руками Да Толкай Затолкали Да Затолкали Здесь И шаг Помог И по-моему Подхази Или Чуганков Таксообразные Коробочки Взяли Робсона Выстраивает Тамар Суперку Остается Чуть Пять минут Вы знаете Вот на нашем Сторон Это пять минут Я думаю Что сидя Добавит Немного времени Будет пробивать Юран Пытается Спартаков Сафраградка Удар Исчадин удар Билл безродный И попал И попал в стенку И вот сейчас Угловой Угловой Если мы правильно Считаем Это примерно Седьмой Угловой У ворот У ворот Сверху Сверху По-моему Это был Он До мяча И вновь Угловой Ворот Слободко Знаете Как-то возрастает Напряжение В мате Вот концу В последнем Минуте встречи Чувствует Это сейчас Ибрагимов Показывает Что нужно Вести Мяч Отворот Зураб Попсад Это делает Подбежался Ударил Подальше За центральный круг Лещан Отдал пас На левое Сафронову Сафронов Дайше Чиклаури Чиклаури В борьбе С тремя С тремя Игроками Спортака Показывает Ибрагимов Что нужно Играть Под 25 Номером Напомним В составе Спортака Играет Сирко Чиклаури Ибрагимов Мячается В центр И есть Не успел Наши Нападающие Парфенов Будет бить И сил навесить На левый фланг Отбили Наши мяч А теперь Он отправляет Подальше Подальше За боковую Линию Чуть больше Двух минут Осталось Две-три минуты Осталось До конца Матча Напомню 3-1 3-1 В пользу Самарских Крылышек Но я думаю Что очень мало Времени Осталось Изо Спортака Уже Очень близка Победа У Крыльев Советов Напомню Что На 58 Минуте Карапец Микаэлян Дальним ударом Изо Страфной Открыл Счет В этом матче На 68 Сыганков Прошел По правому Флангу Пытался Провить Вдоль Ворот Но Мяк Отрикошетил От защитника И попал В ворот Александра Филимонова 2-0 На 74 Минуте За пол Последней Надежды Андрей Тихонов Сократил Разрыв Счете 2-1 Но А на 81 Минуте Жураб Секлаурия Высший На замену Завел Красивый Гол С левого Фланга Мимо Набегавшего Филимонова Завел Ударом В дальний Угол Ворот 3-1 Вот так Сегодня Забивались Мечи Завтра Уважаемые Любители Футбола В программе Новости Губернии Который В эфир В 19 30 Минут Мы Покажем Вам Еще раз Покажем Как забивались Эти Мечи Но А подробный Отчет О матче Со Спартаком Мы покажем Вам в программе Спортклуб Который Выйдет Чуть попозже Чуть попозже Поскольку Творческая группа Сейчас Находится В отпуске И Фуркук Взял Временный Тайм-аут Цикловолит Мечом Никого нет Цикловолит Смотрит Кому отдать Кто поддержит Атаку Идет Сам вперед Отдает Пас Лучину Лучан Здесь запутался И вы знаете Нервничает Видно Занервничали Спортклуб Задергались Ничего у них Не получается Сегодня Но А наши ребята Просто Молодцы Молодцы Напомню Что Сегодняшний матч Сегодняшний Я уже не побоюсь Этого слова Победой Самарские Крыловские Завершают Первый круг Первый круг Чемпионата России И берут Убедительный Реванш За поражение За поражение На старте Чемпионата Напомню Что в апреле Самарские Крыловские Уже встречались Спартаковцами На стадионе Торпеда Это была игра Второго круга И тогда Самарцы Проиграли Уступили За счетом 0-3 0-3 Причем Два гола Забил Артем Безродный И вот Сегодня Дома Последний В последний Матч Первого круга Самарские Крылья Одерживают Победу Над чемпионом Страны Спартаком С каким Сетом Еще осталось Не будем Стихить Еще осталось Буквально Знаете По нашему Хронометру Время Уже Истекло Но Ломали Добавил Конечно же Несколько минут И это понятно Потому что Во втором тайме Очень частые Были Остановки В игре Ну Вьет Кружева Кружева Вьет Возле Страфной Спартаковки Поможет ли Этому Им Это Робсон Самая Пожалуй Заметная Фигура Во втором тайме Спартаковки Очень активен Но Ничего не может Сделать Без Поддержки Партнеров Робсон Юран Юран Его атакует Сафронов И показывает Ибрагимов Что можно Играть Не было Нарушения Правил И вот Только сейчас Звучит Свисток Мяч Ушел За лицевые Линии Вводит Спартаковский Мяч В игру Это сделал Тихонов Дальним броском Почти практически К воротам Василия Клобачонова Ибрагимов Попросил Перебить Этот мяч Вот видите Сафронов Здесь лежит На газоне Ну что ж Первая Историческая Победа Я поздравляю вас Уважаемые Поклонники Футбола Уважаемые Самарцы Все кто любит Нашу команду Я поздравляю С первой Исторической победой В чемпионатах В России Сегодня Крылья Что называется Прыгнули Высшие Злавы И добили Заслуженной Победы Еще раз повторюсь Я не хочу Сказать Окончательный Иссет Потому что Игра Еще продолжается Крылья Ведут 3-1 В матче Со Спартаком Напомню Авторов Голов Микел Открыл Счет 1-0 Зачем Цыганков Счет 2-0 Стихонов Скинальше Сократил 2-1 Иссек Лаури Установил Окончательный Иссет Уже Четвертая Минута Идет Дополнительное Времени Угловой Очередной Угловой Подают Спартаков Удар Мякин Высший Ворот Бил По-моему Евсеев Евсеев Подключился Последний Защитник У Спартака Подключился К атаке Именно сейчас Он уносил удар После углового Мяч Ушел Высший Ворот Ответим Сегодня Блестящую Игру Нашего Голкипера Василия Слободцов Который Сегодня Показал Просто Настоящее Футбольное Мастерство Вратарское Мастерство Ну и Все Авторы Забитых Сегодня Мячей Конечно же В основном Это были Что называется Все-таки Авторские Голы В авторском Исполнении Ну а вся Команда Сегодня Проявила Бойковский Характер Показала Что может Сражаться На равности С чемпионами Страны И зря Мы ее Записываем В Утсайдеры После Этой Победы Крилли Конечно же Поднимется Су Своего 13 Места И Второй Укрепятся И Второй Круг Начнут Уже Практически Снов Влетели Селененький Удар Сейчас Нанес Виктор Булатов По-моему Он Сейчас Подключился К атаке По левому флангу И Пробил Да Ничего Сегодня Не могут Сделать Спартаковцы Крылья Сегодня Сильнее Сильнее И мы рады Конечно Что вам Доставили Что И команда И мы Уважаемые Болельщики Уважаемые Любители Футбола Доставили Вам Радость Показав Хотя бы Второй Тайм Этого Матча Кстати Вы Ничего Не прогадали Потому что Именно Во втором Тайме И были Забиты Все Лиски И вновь Закаляются Страсти Ну это Понятно Спартак Не любит Проигрывать Ну а Нашим Ребятам Нужно Удержать Черт Показывает Главный Арбитр Сегодня Силм Матча Лом Али Ибрагимов Что Должны Ввести Мяч В игру Наши Ребята Еще раз Напомню Что Следующий Матч Состоит 14 Июля В Волгограде Наши Закончился Победой Крыльев Советов Над московским Спартаком Со счетом 3-1 Впервые В истории Российских Чемпионатов Самарские Крылья Обыгрывают Спартак На своем Поле Микаэлян Сиганков Ицеклаури Авторы Сегодняшних Забитых Мячей Ну а героем Я бы назвал Все-таки Василия Слобачко Нашего Голкипера На этом Мы прощаемся С вами Уважаемые Поклонники Самарской Команды Вот он Герой матча Василий Слобачко Я представляю Его чувства Ну и вот Как я вижу Как обнимаются Футболисты Кафронов Поздравляют Ребята Друг друга Сергея Шишкина Итак На этом Мы прощаемся С вами Уважаемые Любители Спорта Уважаемые Любители Футбола Сегодняшняя Трансляция Была подготовлена Творческой Группой Программы Спортслуб Государственной Теле Радиокомпании Самара Режиссер Трансляции Сергей Ерошев Комментировал Сергей Волков Всего доброго До новых встреч Друзья Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин